здравствуйте дорогие друзья гости моего канала все мы готовим к холодным копчению судочка есть такой судачок весом около 3 килограмм конечно раздела один килограмм у нас уйдет и получится около 2 килограмм приступим к разделке также удаляем сразу разделать буду по хребту не прорезая хребет нож до грифта доводим разворачиваем и все по хребту разрезаем можно сначала хребет разрезать потом кости можно сразу с костями разворачиваем удаляем все внутренности пузырь теперь удаляем хребет другой стороны переворачиваем просто надрезаем тоже до хребта нож разворачиваем прорезает переворачиваем рыбку и вырезаем хребет вместе с хвостом его удаляем хребет мы тоже будем солить вот хребет получается мы тоже его подсолим тоже под коптим все так развернули и остатки пузыря сейчас удалим я знаю все вытрем насухо сюда кровь уберем и приступим к засолке да делаем надрезы небольшое на небольшом размере сантиметров 6-8 наискосок вот так вот чуть-чуть по хребту и чтобы рыбка быстрее просолилась напоминаю рыбка вся вымороженная рыбка вот это вымороженная и засолка будет для вымороженной именно рыбы если бывало свежебоймана и на солить то это долгая засолка минимум две недели с большим количеством соли ну все рыбку почистили протерли ее от влаги все удалили как вот кровь там маломайски все это удаляли приступаем засолки здесь у меня это примерно 22 200 и вот так примерно это я примерно говорю кто-то если может взвесить рыбку взвесить и соответственно посолочной смеси и приготовить именно на количество веса но я посмотрю где-то около двух с половиной килограмм здесь у меня две столовые ложки соли крупной с горкой и столовой ложки сахара коричневая это здесь примерно 100 120 грамм и все вот это посолочную смесь сейчас будем все это присаливать так просто присаливаем рыбку по всей поверхности здесь обязательно в голову насыпаем побольше ну и натираем мяско самого хребта распределяем всю эту посолочную смесь по всей рыбе и все так вот оставляем в прохладном месте минимум на восемь часов восемь часов она будет просалиться у меня мясо такое плотненькое ей надо именно хорошо просолиться ну как не совсем чтобы она была пересолена а именно просолиться чтобы была малосольная рыбка все оставляем так на восемь часов и желательно чтобы контейнер был под наклоном чтобы жидкость стекала чтобы которая будет жидкость выделять но соль будет работать будет выделяться тузлук этот узлук чтоб стекал и чтобы рыбка не лежала в тузлуки но смотрите прошло время вот так вот она просолилась а вот она она вот она может сказать уже завялено не конечно мы его вялить вот смотрите она подсохла за это время вся столь растворилась кроме как вот здесь голове он видите в голове она не растворилась но мы ее уберем просто не будем ее промывать а просто берем вот она же весь подсушенный сейчас мы его в шевелес отправим буквально часа на три три-четыре часа обдуем и все и покупки вот такой судачок получается так судачок больше ввесе вялиться вот этот у нас коричневым сахаром засолен судачок отдать с белым сахаром вот так вот он будет вялиться три часа повялиться посмотрим по состоянию это леночки с икрой тут а вот тоже вялиться одессе судачки повялим то покупки ну вот звучит завялился галя сау с перерывами три часа вялся час отдыхал вот очень сложности весь процесс вялки занял 7 часов вот он завяленый он не сырой он именно завяленый ну все пойдем по коптим вот так вот отправляем рыбку коптиться коптить буду на ольхе 100 процентов ольха без всяких добавок буду коптить в течение часа ну да конечно чуть побольше там пока рожек минут 15 потом пока дым будет выходить еще минут 15 а сам процесс копчения будет идти около часа поехали коптить ну вот судачок и закоптился сейчас мы в швесе часа два-три еще обдуем он отлежится еще часов пять-шесть и будем пробовать цвет он еще наберет два-три тонн он поменяет будет более красивый золотой золотобронзовый будет ну и здесь тоже рыбка вся закоптилась ну вот мы и закончили весь процесс копчения судака холодного копчения вот такой вот судачок сейчас обязательно его попробуем плавники этот отрежем посмотрите видите какое мясо у него все просолено мясо все созревшее сейчас мы его разберем так вот копченый судачок очень вкусный нежный костей мало ничего он не резиновый как многие говорят что он резиновый хотя может быть резиновый если был вывален в летнее время он менее жирный именно летом осенне-зимний период если судака поймать он жирный он вкусный жирный вот смотрите вот видите блестит это все жир его вот он жир он жирный вкусный именно когда в зимний период осенне-зимний период его ловит когда летом да он менее жирный он менее вкусный так что всем приятного аппетита и до скорых встреч вот такой судачок холодного копчения вот он судак сухой резиновый который глядите сколько в нем жира я говорю разница скорее всего то что резиновый там сухой вот он что мясо смотрите у него блин сейчас сфокусируется вот оно вот оно прям отходит все мясо у него ничего не резиновое вот я уже кусочек съел вообще обалденная рыбка я уже просто не первый раз делаю и я его делаю всегда зимний именно зимнего вылова если он зимнего вылова он жирный и вкусный летнего да летнего возможно он сухой мы его используем там на котлеты на подвяли так с пивком поесть вот зимний он обалденный копченый и он не смазанный сейчас вот ничем не смазанный ничего вот это все жир на нем так вот неtake это все волчат